Пишите, что никак не управитесь с мыслями, все отбегают, и молитва идет совсем не так, как бы хотелось, а днем среди занятий и встреч с другими почти и не вспомнишь о Боге. Вдруг нельзя, надо порядочно потрудиться, чтобы хоть сколько-нибудь установились мысли, а так, как вы ожидали, только начни тут и есть, никогда не бывает. Уж и то успех, что вы стали замечать это и считать недолжным. И прежде ведь тоже бывало, но и горя мало, а теперь не только замечаете неустройство мыслей, но и беспокоитесь из-за этого, и желания изъявляете, как бы сладить с ними. И извольте продолжать, и разжигать сие беспокойство, и напрягать усилия к исправлению своей неисправности. Я уже писал, что постоянство и непрерывность труда над собою есть неотложные условия успеха в духовной жизни. Прочное умиротворение мыслей есть дар Божий, но дар сии не дается без усиленных собственных трудов. И одними своими трудами вы ничего не достигнете, и Бог ничего вам не даст, если не потрудитесь всеусильно. Таков закон неотложный. У вас есть книга-бесед святого Макария Египетского. Извольте прочитать девятнадцатую беседу о том, что христианам должно нудить себя на всякое добро. Там пишется, что надлежит нудить себя и на молитву, если не имеет кто духовной молитвы, и что в таком случае Бог, видя, что человек усиленно подвизается и против воли сердце обуздывает себя, то есть свои мысли, дает ему истинную молитву, то есть неразвлеченную, собранную, углубленную, когда ум неотходно Богу предстоит. А как только во время молитвы начнет ум неотходно пребывать с Богом, то после он уже не захочет отступать от него, ибо с сим сопряжена сладость, вкусив которой не хотят вкушать ничего другого. А какой именно здесь труд надо употреблять, я уже не раз поминал, произвольно мыслим блуждать не позволять, а когда невольно отбегут, тотчас ворочать их назад, укоряя себя и жалея, и болезнуя о всем нестроении. Святой Лествичник на это говорит, что надо с усилием заключать ум свой в слова молитвы. Вот когда заучите на память молитвы, как я писал в прошлый раз, может быть, дело пойдет лучше. Лучше бы всего в церковь ходить, там скоро раскрылся бы дух молитвенный, потому что там все к тому направлено, но для вас это дело неудобное. Уж трудитесь дома навыкнуть молиться нерассеянное и прочее время с Богом пребывать, сколько можете. Заучивая молитвы, не забудьте во всякое слово вникнуть и всякое прочувствовать, тогда и на молитве слова те будут приковывать ваше внимание и возгревать молитвенное чувство. Делайте еще вот что. Не вдруг становитесь на молитву после домашних хлопот, разговоров и беганий, а немного подготавляйтесь к ней, стараясь наперед собрать мысли свои и направить их к достодолжному предстоянию пред Богом. Возбудите в себе чувство нужды в молитве, и именно в сей час, ибо другого, может быть, и не будет. Не забывайте также восстанавливать сознание своих духовных нужд и ближе всего настоящие вашей нужды, устроение мыслей в молитве с желанием найти им удовлетворение и именно в Боге. Когда будет на сердце сознание и чувство таких нужд, тогда само сердце не даст вам отбегать мыслями на другое, а будет заставлять вас умолять Господа о них. Паче же всего посильнее вас чувствуете свою всестороннюю беспомощность, что если не Бог, то пропадать вам совсем. Если кому угрожает беда, а он перед собой лицо имеет могущее одним мановением избавить его от всей беды, станет он туда-сюда озираться при всем? Нет, падет пред ним и будет умолять. Так будет и с вами в молитве, когда приступите к ней с чувством всесторонней беды и сознанием, что избавить вас некому, кроме единого Бога. За всеми нами водится немало грешок, что когда ко всякому другому делу приступаем с некоторым приготовлением, как бы оно мало ни было, за молитву беремся с ветру и спешим ее отделать как можно поскорее, как будто это дело какое мимоходное, предаток к делам, а не главнейшие из них. Откуда же при этом быть в собранности мысли и чувствам в молитве? Вот она идет кое-как нестроена. Нет уж, извольте отказать себе в этом грешке и ни под каким видом не позволяйте себе ветреничать в отношении к молитве. Доведите себя до убеждения, что такое отношение к молитве есть преступление, и преступление тяжелейшее, уголовное. Считайте молитву первым в жизни своим делом, и такое в сердце своем имейте ее. Затем и приступайте к ней, как к первому делу, а не как к междуделию. Трудитесь, Бог вам будет помощник, но смотрите и исполняйте, что вам прописывается, если станете исполнять, то скоро-скоро увидите плод, добиваетесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве. Благослови вас, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok